Всем привет, любители выживания! С вами, как обычно, я, Сталкер Баннерщик, мой персонаж Флюги Генхаймен, и это Сталкер Онлайн на SPB сервере. И сегодня мы будем проходить квест «От начала до конца летят самолеты». Чтобы получить этот квест, нужно в аэропорт сходить, вот он, Карл стоит на втором этаже, но перед этим нужно будет линейку других квестов выполнить. Он вам там сам скажет «Сначала сделай то-то, то-то, то-то». И когда вы все эти предыдущие квесты выполните, вам будет доступен вот этот квест. Берется он, подойдя сюда на доску. Вот он, у меня этот квест. Сейчас давайте мы его найдем. «Летят самолеты». Вот он. На стене радиорубки Карла висят странные карты с пометками. Карл пометил на них места каких-то событий. Наверняка это касается сеансов радиосвязи с какими-то воздушными судами. Подошли, получили задание и теперь к Карлу. А, что у тебя за карты на стене? А, те что ли? Да так, заметки делал. Одна странная тема произошла. До сих пор как-то в общую картину не складывается. Вот размышляю на досуге, так сказать, сопоставляю факты. В общем, скажи, как тебе помочь, можно пропустить историю, а можно ее почитать. Я думаю, давайте почитаем. А что произошло-то? Расскажешь? Может я какую мысль подам? Даже не знаю, с чего начать. Когда появилась зона, все встало на уши. И так на них и остает. Я хоть убей, не понимаю, как наши самолеты попадают отсюда на Тунгуск. В нормальных же людей как бывает. Рубка ведет самолет до границы своей летной зоны. Потом передает его и так дальше. А тут нифига. Мне рассказывали, как это началось. Короче, рейс возвращается и пилот говорит, что его принял запасной в районе Тунгуски. А все остальные частоты молчат. Ты, может, не просекаешь, но это почти 3000 километров. Прикинь, сразу как они из зоны. А принял, прикинь, сразу как они из зоны Любича запасного вышли. Давай ближе к делу. Чувак, так я по теме говорю. Тема такая, что мы тут живем с тобой в своем пузыре. Короче, только зоны, свои частоты и наши пилоты. Редко бывает, что с нами на связь выходят чужие борта. А тут, прикинь, что было. Такая лажа. Не так давно, в течение одного часа, с нами на связь вышли аж три борта. Причем, прикинь, не наших, а каких-то вообще хлевых. Не откуда-нибудь с окрестностей, а из мест. Откуда мы их не видеть и не слышать не должны. И судя по их реакции, они сами от такого охренели. Прикинь, почти в один час. И они нас слышали. Ну, вышли какие-то самолеты на связь. Дальше больше. Я уверен, что все три борта того разбились, короче. Подстава, да? Почему ты так уверен? Да потому что, ну, интонация пилота, связь резко пропала, звуки всякие. Кстати, прикинь, во всех трех случаях я слышал какой-то левый звук. Не просто какой-то звук, а именно левый звук. Ни фон, ни шум. Не понимаю. Если бы ты посидел в эфире столько, сколько посидел я, ты бы понял. А так, бесполезно объяснять. Поверь, звук был абсолютно левый. Причем похожий. Все три сеанса. И каждый раз перед крушением. А что на картах? Места крушений? Ну, вроде как, да. Если они упали, то где-то близко. Координаты я пометил примерно. Там, где пропала связь. Карты я позже раздобыл. Не знаю, насколько они сходятся с местностью. Я в тех местах не был. И особо желания-то бывать у меня нет. Что за места? Можешь точнее сказать? Точнее ты сможешь на картах посмотреть. Там Тунгуска, Новая Земля и так далее. 3000 километров. Прикинь. Левые самолеты. Непонятные звуки. Подстава в том, что теперь никак, наверное, не выяснить, что там за лажа приключилась. Если были крушения, должны были остаться следы. А, не факт. Мне рассказывали, прикинь, что тут прямо около аэродрома упало несколько самолетов. Когда начались всякие аномалии. Ну и где они? А, нет их. Зона сказала фигушки вам. Они самолеты были и нет. Вот такая подстава. Кто рассказывал? Может быть, это все байки? Чувак. Да я не помню, кто рассказывал. Все так говорят. Слухи, короче. Пока сам не увидишь, не убедишься. Верно. Я могу попробовать убедиться. Ну как убедиться? Расскажи. Срисуй вон карте себе. Чувак, слушай. Что? Если там реально, короче, какие-нибудь обломки, ищи черный ящик. Обычно это такая округлая желтая металлическая шняга. Ну или оранжевая. Может же пленку оттуда расшифровать. Ты прикинь, если удастся. Попробую поискать. Отлично. Мы взяли продолжение. Летят самолеты, следы аварии. Видите, у нас квест такой даже немножко отличается от других. Давайте мы закрепим. Так. Ну тут в принципе рассказывается все то же самое, о чем мы сейчас прочитали. Нужно найти черные ящики на предполагаемых местах крушения самолета. А затем найти способ расшифровать сохранившиеся в них записи. Поискать следы крушения самолета и черный ящик на Тунгусске. Потом поискать места крушения самолета и черный ящик на Новой Земле. И поискать следы крушения самолета на караване. Вот так. То есть надо найти три места. Мы пока тут стояли, читали, зарядили. Вот. Самолет. Самолет. Тунгусска. Караван и Новой Земля. Новой Земля это Южный остров. Все его прекрасно знают. Это примерно где-то... Где тут Южный остров? Сейчас, минуту. Вот. Вот здесь. Вот тут вот, в этом месте. Ну, Тунгусска, где самолет? Да, наверное, так. Нет. Тут немножко другое место отмечено на карте. На Тунгусске. Смотрите. Место на карте где-то вот тут отмечено. Ладно, найдем. Ну и караван. Караван, я примерно понимаю, где это. Это дешевый респ. Так, ну что. Оптимально идти так. Так, сначала Южный остров. Смотрите. Оттуда по билету прыгать. Сразу на Тунгуску. Посмотреть там. И с Тунгуски на караван. И можно, конечно, сделать по-другому. На Тунгуску на караван сначала сбегать, а на Южный остров потом. Туда-сюда. Ну, как вариант. В общем, ладно. Мы с вами увидимся около очередного ящика. То есть я не буду показывать весь квест, как я бегу туда, т.д. и т.п. Вы все это прекрасно понимаете, как бежать. Я буду показывать только ключевые моменты и диалоги. Поэтому увидимся около первого черного ящика. Так, ну что. Я на Тунгуске. И идем за черными ящиками. Так, где тут выход? Темно, но это не страшно. Нам тут недалеко бежать, поэтому все знают железнодорожный туннель недалеко от базы на Тунгуске. Вот он, кстати, и охранник стоит. И там как раз один из трех черных ящиков. Сейчас добежим. Ой-ой-ой, по воде-то зачем сталкер? И посмотрим. Их видно хорошо. Они, хоть и называются черные ящики, но на самом деле они яркого цвета, чтобы хорошо было видно. И проще было в случае катастрофы найти. Вот он, этот самый туннель. Кто не знает, вот на карте. Я бежал с базы, но если там у вас война, допустим, с этой группировкой, вы можете с другой стороны зайти. В этом проблемы нет. Так, вот мы на месте. Ой-ой, куда залез-то? И где-то здесь должен быть рядом с этим, с вагоном, если я не ошибаюсь. Вот он, вот он, вот он, смотрите. Но он не оранжевого цвета, он желтого, но в принципе такого цвета. Вот видите, черный ящик вот тут стоит. Мы выберем. Все, отлично. Мы собрали необходимое количество. Один. Теперь нам нужно на новую землю и на караван. Ну, понятное дело, мы пойдем на караван. Тут ближе всего. На караван нужно идти с дешевого респа, так как... Сейчас я открою караван. Караван. Этот ящик находится примерно где-то вот в этом квадрате. Вот плюс-минус в этом квадрате где-то он находится. Поставим метку и увидимся с вами уже на караване. Так, ну что, сталкеры, я на караване. Пришел за очередным ящиком, черным. И тут нашел подушку бета. Ну, я так думаю, подобрать нужно обязательно, поэтому подбираем. Нам она нужна по квесту, по-другому, но не важно. Мы почти на месте. Сейчас поднимем подушку и будем искать ящик. Опа. Удачно я зашел, да? Где у нас подушки? Так, резина, экраны, антигравы. Ладно, подушки будут здесь. Один ящик у нас есть. Итак, ну что, на метке где-то здесь указано. Я был давно здесь, поэтому не знаю, где точно. Мы сейчас попробуем найти. О, вот он, вот он, вот смотрите. Вот прям на пересечении квадрата АК5, 1 и 3, вот здесь, прям на линии, видите? Вот он лежит, очередной ящик. Мы его подбираем. Оп, отлично. У нас теперь есть два ящика и у нас остался Южный остров. Мы увидимся с вами на Южном острове уже. И вот я на Южном острове. Наша цель это третий черный ящик. Он где-то здесь, недалеко, вот за теми небольшими холмами. Раньше здесь лежал самолет. Но помните, что говорил Карл, самолеты пропадают. То были, то нет, то были, то нет. Здесь раньше на Южном острове тоже был самолет. А теперь он пропал. Его зона забрала. Ну и там что-то от него осталось какие-то детальки. Грубо говоря, да? Бывает и такое. Так, ну что же, где-то здесь должен лежать этот черный ящик. О, жирно за ней обновлен. Так, стоп. Где-то, где-то... А, вот он, вот он. Вот он, черный ящик. Ну что, забираем его? Отлично. Мы собрали необходимое количество предметов. Да, место вагона. Тут раньше, кто помнит, из старых сталкеров был самолет. Его зона забрала. Все, самолет теперь нет. Сажрать мне хотел. Ну вот и все. Мы собрали три черных ящика. И теперь нужно посмотреть, куда нам двигаться дальше. Ну давайте посмотрим. Летят самолеты следы аварии. Так, так. Нужно попытаться найти ящики, а затем найти способ расшифровать сохранившуюся внезапись. Но я не знаю, где расшифровывать. Скорее всего, наш путь лежит теперь Карлу на аэропорт. Ему нужно сказать, что мы ящики нашли. А он там уже покумекает и скажет, куда нам двигаться или сам что-то расшифрует. Так что, погнали отсюда и увидимся около Карла на аэропорту. Вот я на аэропорту. Ну что, бежим к Карлу и узнаем, что нам с этими черными ящиками делать. Может быть, он что-то нам подскажет. Насчет черных ящиков. Рассказывай, чувак, не тайми, я нашел черные ящики. Нифига себе, похоже, это и правда они. Получается, я был прав, и самолеты разбились. Там, где нашел самописца, не было самолета. Как так? Вообще не было? Там, где нашел, вообще. А ты еще говорил, это байки, что зона следы прячет. Видал, да? Выглядит это странно. Больше расшифровкой заниматься. Эм, вообще-то для этого аппаратура нужна. Запись наверняка повреждена. Я с такими раньше дела не имел. И зачем тогда я к тебе самописец принес? Чувак, у меня есть идея. Я слышал про одного мастера по кличке Морзер. Он стопудово сможет восстановить записи. А ты все три черных ящика нашел. Тяжело, наверное, их на себе таскать. Ну, Морзер и по одному с ними разберется, наверное. Это ведь не проблема? Все с тобой ясно. Обращусь к Морзер. Давайте посмотрим. Получено задание «Летят самолет и расшифровка Морзер». Давайте глянем на это. Вот оно. Карл в последний момент заявил, что не умеет расшифровывать записи черных ящиков, тем более, что они выглядят поврежденными. Он посоветовал обратиться к Морзе, который занимается связью в районе Везувия на радиовышке. Закрепляем задание и бежим к Морзе. Делать нечего. Там и увидимся. Вот я и на радиовышке. Бежим к Морзе и посмотрим, что да как. Я еще ни разу его квесты не выполнял. Может быть, он даже со мной разговаривать не станет. А нет, нормально все. У меня тут черный ящик. Можешь запись восстановить? Я кто-то надоумил ко мне обратиться? Карл из аэропорта? Какой Карл? Меломан что ли? Тот, кто хочет свою музыкальную радиозону запустить? Да. Он-то откуда знает про мое увлечение? Ну да ладно. Сколько у тебя ящиков? Один? Думаю, всего три. Ничего себе. Это где столько самолетов нападало? Они все у тебя? Да. Как ты их дотащил-то? Такс, такс. Тебе что, записи переговоров с них нужны? Пожалуй. Карл еще упоминал про какой-то звук. Понятно. Аудио нужно восстановить. Смотри, лента, прямо говоря, не в лучшем состоянии. Но ты не переживай. Есть у меня один способ восстановления. Если не все восстановим, то хотя бы некоторые части переговоров разобрать можно будет. Давай ты оставишь самописца у меня пока? А сам раздобудешь мне картридж от принтера. С тонером, естественно. Картридж? Зоне? Зачем он тебе? Зачем картридж? Для восстановления пленки. Думаешь, не сможешь найти такое? В зоне многое, что есть, о чем ты думать не думаешь. И картридж далеко не самая редкая штука здесь. Я уверен, что в хозблоке полигона были принтеры. Сами, конечно, уже стырили, а картриджи могут там по столам валяться. Поищи в ящиках, лады? Хорошо. Вот самописцы. Пойду, поищу картридж. Ну что, мы потеряли ящики. Так, летят самолеты. Картридж с тонером. По словам Морзе, картриджи должны остаться в ящиках, свалов в административных постройках военного полигона в квадрате D1-4. Хоть далеко бежать не нужно D1-4. Короче, где-то вот тут. Ну, в общем, полигон, да. То есть, полигон, а там будем искать, разместить цель. Ну, перед этим, конечно, придется немножко там бесов покошмарить. Ну и ладно. Увидимся на полигоне. Вот мы рядом с полигоном. У меня расчет на то, что тут сталкеры фармят бесов и мне будет проще пройти. Ну и, конечно, я вковал нервный стимулятор, чтобы не рисковать и просто пробежать. Нам нужно обыскать вот эти маленькие здания административные и вот это большое двухэтажное. О, документы какие-то. Это не то совсем. Пусть они там бесятся. У меня нервный стимулятор вкован. Так они же могут пострелять, но зачем? А нервный стимулятор я как раз для таких целей таскаю. Документы. Это мы уже проходили. Так, ну вроде здесь нигде нет. Вроде да. Он сказал в ящиках посмотри, может быть в тумбочках. Да нет. Вроде не что-то ладно, нам нужно тогда идти дальше. так, ладно. Сталкеры фармят бесов попроще. Документы. Но это по другим заданиям. Небесная кара. Хромой что ли? хромоножки. Хромоножки. Ящик стола. О, мы собрали необходимое количество предметов картридж. То есть, они может быть рандомно появляются в этих местах, а может быть именно в этом месте. В общем, в первом административном здании, смотрите, следы аварии. Так, это не то. Получите результат расшифровки черных ящиков у Морзе. картридж тоннером. Все, один картридж нашли мы. В общем, в первом здании нашли картридж. Может быть, рандомно, а может быть, нам так не зло. Ну все, возвращаемся к Морзе и отдадим ему этот картридж, пусть расшифровывает. Правильно? Правильно. Что, пойдем отдадим картридж Морзе и посмотрим, что он нам скажет в ответ. Так, хочу поговорить про бортовые самописцы с самолетов. Интересно, продолжай. Я нашел картридж. Что дальше? Молодец. Прямо говоря, я не рассчитывал, что у тебя получится. Теперь мне потребуется некоторое время на расшифровку. Приходи через часок, в скобочках, реального времени. Наверняка уже будут первые результаты. Ладно. Не вопрос. Итак, у нас следующее занятие, занятие, задание, но это уже не наше, это уже его задание, расшифровать. Летят самолеты, расшифровка. Осталось ждать 59-39. Да, нужно час реального времени подождать и тут показывается тайм. Сколько времени прошло. Это удобно. Удобно. Ну что же, можно заняться в это время своими делами или просто отдохнуть и прийти к Морзе через часочек, что мы и сделаем. Бежим к Морзе. Время у нас уже прошло и нам нужно узнать, что он там расшифровал. Так, Морзе, привет. Хочу поговорить про бортовые самописцы с самолетов. Интересно, продолжай. Расшифровка готова. Ох ты, смотрите, сколько. Так, отчасти, лишь отчасти, но все равно тут немало интересно. Вот те расшифровки переговоров. Я решил, что тебе вряд ли заинтересует все, да и слишком много усилий нужно такой объем. Короче, я тут выписал, что расслышал. И насчет звука, который Карл говорил. И правда, левый звук, лучше не скажешь, но мне показалось, что это музыка. Я записал вот тебе на диктофон все три отрывка. Покажи их нашему меломану. Правда, я не знаю, в каком они должны быть в порядке, есть ли вообще у них порядок. Но это вы с музыкантом решите. Ладно. Давайте посмотрим, что нам там дали. Так. Вы собрали, вы собрали необходимые расшифровки, вы собрали необходимое количество предметов, диктофон. О! Задание выполнено. Летят самолет, расшифровка. Получили 140 тысяч опыта выживания и 140 тысяч опыта поддержки. Это с четырьмя мозгами. И репутацию в одиночку уменьшилось на 50. Задание выполнено. Летят самолеты, следы аварии. Добавлен предмет записка, три штуки, и добавлен предмет диктофон. Диктофон вот такой вот относится к заданию летят самолеты. Ну и здесь понятное дело. И три записки. Давайте, почитаем. Бортер Д-50-50-23-4. Наблюдаем вас. У вас задымление в хвостовой части. Прием, пауза. Прием, прием. Так, так, так. Взрыв. Ну, в общем, как видите. Курс 370. Ведите цель. Скорость выше нашей. И траектория. Борт с неизвестным номером. Прошу назваться и сменить курс. Вы идете на сближение. Григорий Иванович, а не отказывает. Так, ну, в общем, это переговоры. Берите левее, на радаре два самолета. Сделаем крюк. Запаса хода должно хватить. Товарищ лейтенант, в третьем канале кто-то пытается выйти на связь. Ну, в общем, это переговоры перед крушением. Все эти три записки. Читать мы все не будем. Ну, понятное дело, там переговоры, что-то случилось. Ну, что, теперь нам нужно двигать, где тут следующее задание. Летят самолеты, разговоры и музыка. Так, Морзу удалось расшифровать, но это понятно. Так, Морз записал фрагменты на диктофон. Нужно показать их Карлу, если там действительно музыка, он сможет подсказать разгадку. Закрепляем задание. Ну, все, теперь нужно двигать Карлу, и там он что-то нам расскажет по-любому. Ну, что же, увидимся на локации аэропорта. Ну, вот мы на аэропорту. Давайте к Карлу сбегаем и отдадим ему все, что мы насобирали. Расшифровки. Насчет черных ящиков. Рассказывай, чувак, не томи, а Морзе дал мне расшифровки. Ух ты, и что там покажешь? Смотри. Так, ну да, это я помню. А это что, они про НЛО говорят, объект без крыльев, слыхал? Это те, приятели, какие-то там аномалии. Я еще тогда подумал, что там что-то нечисто. Ты слышал те левые звуки, о которых я тебе говорил? Может, это сигнал от инопланетян, прикинь? Морзе говорит, что это похоже на музыку. Музыка? Полет Валькирии, что ли? А, ну а почему нет? Если инопланетяне общаются с помощью музыки, я стану переводчиком. Это было бы клево. Это даже круче, чем быть диджеем. Дашь послушать эту музыку? О, запись диктофонная. Ого, и что тут у нас? А если мы это ускорим? А частотный фильтр? Слушай, чувак, тут песня, что ли, какая-то? Песня? Да не, лажа какая-то, чувак, это не песня, тут какой-то код. Так, я слышу. A повторяется, A, так, 4, это 4, 1, это 1, окажется еще G, может быть G. Те не кажется, что это похоже на координаты, офигеть. Так, что в результате? A, 4, 1G, я не уверен в порядке, ты уже понял, что это? Не знаю, надо подумать. Так, получено задание, летят самолеты, проверить координаты, теперь Карл расположен больше сотрудничества. Получил 100 тысяч денег, ну, хоть что-то, забегать не умаю. И 21 тысяча опыта поддержки. Задание выполнено, летят самолеты, разговоры и музыка, потерян предмет записка, три штуки, потерян предмет диктофон. Так, ну, что дальше-то? Что дальше? Летят самолеты, проверить координаты. Нужно разведать, что находится в координатах А, 4, 1, A, 1, 4, G, A, 1, 4, G, A, 4, 1, A, G, 4, 1, или G, A, 1, 4. Именно в такие буквы и цифры складывается послание, оставленное Карлом и странных звуков на записях из самописка пропавших самолетов. Так, ну все, нужны координаты. Это координаты каравана. Кто не в курсе, то, да, это координаты каравана. Давайте мы откроем караван. Где? Вот он караван. И примерно вот этих точек. Вот тут как раз А, 4, вот это все, вот, вот примерно куда-то сюда нам нужно. Вот здесь на каком-то острове. А, G, 4, 1. Да, если я не ошибаюсь, это как раз то, что нам нужно. Так, А, G, 4, 1, да, давайте проверим еще раз. А, G, 4, 1, да, есть такое, вот, А, 4, 1. Ну все, нам теперь нужно на караван вот в эту точку. И там мы узнаем, что это такое, что зачем и почему, ну и все, все остальное. Ну что, двинули на караван, погнали. Вот я и на караване. Итак, нам нужно попасть в точку А, G, 4, 1. Вот тут есть такой островок. Вот в верхней части где-то острова. Так, идти сверху проблематично. Тут очень глубоко и мутантов конечно дофига. То есть идти нужно вот отсюда. Но обходить тоже дело такое себе. Мало ли что может случиться по дороге. Поэтому я взял психомоторный стимулятор и пойдем вот здесь. Вот тут по островкам можно дойти. Да, там конечно есть верлиоки, но мы их отстреляем. Тем более психомоторный стимулятор нам поможет. Здесь выйдем. И потом уже тут аномалии. Ну добежим в общем до этой стороны. Ну что, погнали. Психомоторный стимулятор с нами. Все с нами. Я экипировался. Единственное минус в том, что мы идем ночью. Но не страшно, не страшно. Прорвемся. Итак, увидимся уже, я так думаю, на островке. Вот мы приближаемся к первой опасной точке. Нам нужно на ту сторону. Тут есть маленькие верлиоки, есть панцирные, такие средние. Ну и вот, боровые иногда ходят. Так, психомоторный стимулятор вкалываем. Тут без него никак. Можно, конечно, попытаться пройти по краешку, если повезет, никто не нападет. Но, если не повезет, вам придется опять снова бежать. Поэтому не рискуем. Но, в принципе, можно пройти туда. Иногда бывает верлиоки туда отходят. Более-менее успокоит. Поэтому все-таки рекомендую здесь именно проходить, когда будете выполнять квест. Ну, а там уже каждый решает, как ему удобно. Вот, видите, одна есть, но это маленькая. Это не страшно. Блин, вот эти кусты, вроде как бы, да, должны пропускать, но не пропускают. Так, здесь нам нужно разбежаться хорошенько. Тут постоим, покопим выносливость немножко. Но, в целом, как видите, мы веревок не встретили, вон веревка пошла. Во, мы успели проскочить. Впереди только студень, но это мелочи. Давай-давай-давай-давай, только не умирай. Ну же, ну же. Отлично. Мы прям по самому краю идем, туда не заходим. И вот таким макаром, в принципе, можно пройти. Лучше, конечно, чтобы еще энергетик был, про запас. Ну, вот эти расстояния быстро преодолевать. Кольнул и побежал. Но, в целом, в целом мы прошли, убив всего лишь одну верлевку. Редко бывает так, бывает и по-другому, но мы на месте. Теперь нам нужно подняться в безопасное место, поверху пройти тут, аномалии все-таки есть, и дойдем до финальной точки нашего маршрута. Ну что, погнали. Вот мы почти на месте. Вот этот квадрат. Сейчас спускаемся, посмотрим, сколько там мутантов получится с первого раза пройти, не убивая никого. Но если там мутантов много, то мы, наверное, их будем приманивать и понемножку убивать на берегу, потому что так проще. Так, нам кажется, нужно вот на тот островок. Ах, тут коварные, конечно, аномалии. Самое опасное место. Так, как, как на этот островок туда прыгнуть? Пешком, только так. Вон верлёк, а давайте её убьём. Так как у нас глушитель, мы её подранили, пусть бежит, умирает там где-то в глубине. Если она решит вернуться, она к этому времени будет уже нормально ранена. Да, она решила вернуться. Ну, не страшно, у нас психомоторный стимулятор. вот. Тем более, она уже ранена. И она не такая, не крупная, не панцирь. Она не опытная немножко. Так, ну что? Нам нужен он туда, на тот островок. Да, как бы к нему лучше подойти? Я вот даже не знаю. Глубоко. Может быть, с другой стороны пополнить поедем? По краю, по краю. Вот через те маленькие островки, а потом туда. Ну, давай. Давайте ещё раз психомоторный вколем, а то у меня заканчивается уже. Во, как видите, мы не зря его вкололи. Лучше не рисковать в таком случае, да? Ну что, пойдём уже почти на месте. Осталось буквально пару шагов. Вот он, этот остров, если я не ошибаюсь. Вот он, дверь, смотрите, журнал задания обновлён, и появилась дверь. Попробовать войти в дверной проём. И мы входим внутрь. Там верлёки беснуются, но это не страшно. Мы очутились в каком-то доме. Дата, смотрите, 26.04.01.23 суббота. Это тогда, когда произошёл первый взрыв на ЧАЭС в 1986 году. А вот ящик с электроникой. Ради всего этого и затевалось. Мы получили 10 транзисторов. В среднем сейчас они стоят 330. Ну, допустим, на СПБ сервере. За 300 прям с руками отрывают. То есть, как минимум, у нас 3 миллиона в кармане. Ну, и тут ещё какая-то книжка, записка в книге. Вы собрали необходимое количество предметов записка. Давайте посмотрим, что это. Записка Доброжелатель относится к заданию Дверь на болоте, которое мы сейчас выполняем. Давайте почитаем. Ну что же, ты тоже попался на эту провокацию? Она манипулирует всеми вами. Она скрывает все это действительно важно и промывает вам мозги через своих шестёрок. Я бы с радостью посмотрел тебе в глаза. Проблема в том, что я не могу остановиться. Времени очень мало. Помехи усиливаются. Скоро откроется проход. Я ещё напишу тебе, когда пойму, как её перехитрить. Твой доброжелатель. Относится к заданию Дверь на болоте. Какая-то записка. Вот примерно как-то так вот. Я не знаю, что тут ещё делать надо. Давайте побегаем, посмотрим. Ну, вроде, кажется, всё. Можно отсюда выходить. Сейчас мы полазим ещё по ящикам. Да, всё. Всё, в принципе, можно сказать, квест завершён и мы выходим через дверь. Всё, что нужно, мы... И, алё, нас не пускают. Всё, что нужно, мы узнали. Так, подходим, активируем дверь. Странная дверь, стоящая посреди болотного островка. Выйти. Всё. Мы выполнили задание «Летят самолёт». Давайте посмотрим, что нам дали. 112 тысяч опыта выживания. У меня 4 мозга, поэтому учтите это. И задание выполнено. Летят самолёты, проверить координаты. Потерян предмет записка. Мы сейчас умираем и уже всё. На этом всё. Это финальная точка завершения этого квеста. Никуда, в принципе, больше возвращаться не нужно. Мы получили награду, мы получили транзисторы. Вот примерно как-то так. Да, наверное, можно будет ещё к Карлу сходить, но в целом задание выполнено. На этом всё. Увидимся в зоне. Всем до встречи. Всем пока.